Это шок украинцев. Насколько даже Гитлер был конченючий по отношению к своей нации, до чего он довел, не вооружив на зимнее обмундирование и тому подобное, на долгую войну, затягивающую свою нацию немцев, вермахт, практически кинул их на гребаные морозы, в войне против коммунизма, гулага голодоморного. Но и он даже не был настолько конченючий, насколько Путин является чмом. Насколько оно чмо. И оно представляет собой российский народ. Как такое можно? Даже Гитлер не говорил, что после провала фронта, после стояния этого фронта, уже 42-й год, он даже не говорил, не заявлял на весь мир, или на какой мир он заявляет Путин, чтобы вывести войска с Польши или там с фронта, забрать российские войска коммунистические, чтобы он дальше наступал и тому подобное. Это уже граничит с сумасшествием, идиотизмом, слабоумием, деменцией, но за ним же стоит до сих пор российский народ. Получается, это полная деменция и чмошная тень на всю Россию, потому что она ничего с этим не может сделать. За нее говорит вот это чмо. То есть, ну, насколько оно конченючее. Представляете, фронт проваливается у него, у Путина, блядь. Даже несмотря на, ну, он же решил НАТО отогнать с половины Германии, вернуться на обратное. А оно не получается. Занял только Авдеевку и другие прекрасные наши бахмут-города и поселки. И говорит, чтобы украинцы вывели войска с областей, которые он вписал в Конституцию. Донецка, Луганска, еще там, еще потом, как понравится, и Харьков, еще там, еще до Киева, и так до ГДР. То есть, представляете, уровень чмошности, кончинидлости, блин, вот этого персонажа, с которым тядькается, кто, Байден, да, получается, его поддерживает в этой кончинячести. Просто шок, просто. Ну, трудно описать даже нормальному человеку это все. А мир молчит. И хлопают дальше вот такие вот, типа, Гутерриши, который говорил, не надо по преступной российской территории, по военной базе, бомбить там и тому подобное, базам, местам скопления вот этих рашкинского мяса путиноцкого, вооружений и тому подобное. То есть, де-факто, это если Гутерришу вставить в задницу, вонзить какой-то предмет, а он будет кричать, вытяните, вытяните. Да не получается вытянуть, но он сильный вот этот, который встромил ему, блин. Так убейте его, блин, передайте в суд. Вот, ну, так это ж будет нарушение тогда личной безопасности, это ж территория, это ж организм вот этого оккупанта или насильника, вот этого грабителя, маньяка. Это ж его нельзя аж убить. А то, что он встромил Гутерришу кол какой-то, ну, вот так вот получилось. Пускай он и дальше терпит. Только Гутерриш терпит, а не украинцы. Есть, конечно, фактор ядерного оружия. То есть, если бы у Гитлера было ядерное оружие, может быть, он тоже так вел бы себя и такую чушь бы молол, чмошную, конченую, как мелит Путин. Ну, у Гитлера было химическое оружие. Ему дали понять явно, что если бы он его применит, то применит и на его войсках, на вермахте, на его нации. И он остепенился. Вот так пример и с Путиным, что если он что-то применит, то тогда расхерячат томогавками с ядерными бойголовками и Москву всю нахрен, и его самого нахрен, и что только не расхерячат. И тогда природные запасы России останутся, достанутся тем, кто ее расхерячил. То есть, судья, judge.